Такая модернизированная система канализационного коллектора позволит решить наболевшую проблему города. Это утилизация канализационных стоков микрорайона Зареченский. Жителям нужно всего лишь переждать полтора месяца неудобств, связанных с этим большим делом. Грандиозные работы, как всегда, выполняются в самое неподходящее время. Но так уж получилось. Деньги на модернизацию федеральные. И как только они пришли в город, так и подрядчики из Питера приступили к делу. Все нужно сделать максимально быстро. О том, чтобы хорошо, подумают позже. Сроки поджимают. 29 декабря все надо сдать. Пример быстрой работы можно было наблюдать на стадионе Ленина. Так торопились, что даже ограждение не поставили. Как результат, машина провалилась в ров. Кстати, копают сразу на нескольких улицах. Площадь Ленина также попала под программу модернизации канализационной сети. Говорят, что здесь тоже управятся по-быстрому. Согласно поставлению, выданного администрации города Орла, работа на площади Ленина должна быть закончена 30 ноября этого года. Как мы видим, работа, в принципе, они упадутся в сроки нормально. Идут во всю работу и на улице Зои Космодемьянской. Все разрыли еще в десятых числах ноября. Перекрыли автодорогу и поранили трубы водоснабжения. Как печальный итог, два дома остались без воды. Подрядчик сначала обещал к 20 ноября все исправить, но не вышло. Сегодня уже 23 число. Как зима настает, так начинается музыка. Людям не пройти, не проехать. Носим воду каждый день в 8 часов вечера в том количестве, в котором им нужно. Неполадка будет устранена примерно через неделю, когда мы проложим свои трубы. Сейчас восстановить эти врезки невозможно, так как труба находится в оголенном состоянии, она просто-напросто замерзнет. А на улице Пионерской и вовсе перекрыли движение. Здесь не смогут проехать автомобили до 1 декабря. Как итог, утром и вечером огромные пробки по всей улице Лесково. Как заверили нас в администрации, 29 декабря будут завершены работы во всем городе. Правда, раскопанное всего лишь засыпет землей. Асфальтировать будут лишь в следующем году. Принимать дорогостоящую работу будут городские власти. Работы по завершению будет принимать заказчик работ управления капитального строительства города Орла. Получится ли быстро и хорошо, узнаем уже скоро. Правда, судя по тому, что работы только начались, а уже и машина в ров успела попасть, и труба порвастся, и судя по интервью замначальника УКСа, который проверяет работы. Производство работы отвечает производитель. То есть они, да? Мы отвечаем за то, чтобы наши сотрудники в кабинетах не подскользнулись, на порожках не упали. Нас ожидает веселый декабрь. Алина Чабана и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.